Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В ближайшие полчаса подведем итоги недели. Смотрите в выпуске. Особая тональность гонга. На стрельбище в Сельцах Владимир Путин отстрелялся из снайперской винтовки СВД. Часовня для покаяния. Митрополит Марк осветил храм на территории нового исправительного центра УФСИН. Старая сказка на новый лад. Три поросенка и серый волк возвращаются на сцену Рязанской церкви. Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу внезапно посетил центр военной подготовки в Сельцах, где сейчас на полигоне проходит боевое слаживание мобилизованных из Рязанской и Тамбовской областей. Президент России проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Визит Владимира Путина в Рязанскую область, похоже, стал для многих неожиданным. Нет, говорят, что уведомление все-таки было, но цель визита была чисто военная. Глава государства в Сельце прибыл на черном ленд-крузере и практически сразу же направился на стрельбище. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и руководства полигона. Но перед этим проверил стандартный набор амуниции. Сам стоит экипирован в бронежилете, разлучный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это в него все в рюкзаке, полностью с собой комплект нательного белья, притороченный спальник, здесь коврик, маскалат. На рубеже президента уже ждали, со снайперской винтовкой СВД. Наверное, пристреливали. Тем не менее, Владимир Путин принял оружие со знанием дела, а затем четко отработал по целям. Как того и требуют нынешние традиции вооруженных сил. Кстати, по гонгу он попал. Владимиру Путину показали, к чему готовят мобилизованных. Преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработка методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою. А еще говорят, что на полигоне отрабатывают уличные бои. В личном разговоре с бойцами, понятно, Владимира Путина огорчать было нечем. Довольствие полное, с амуницией все в порядке, домашние вопросы решены. Если какие-то остались там дома, социальные, еще какие-то кредиты, жилье, местные, взметные? Никак нет. Все решено? Что же? Призваны специальности по войне? Какое-то позвонение? Я понял, что там, так точно. Прощаясь, президент стукнул кулаком по столу. В знак уважения и одобрения. Тем временем в самой Рязани состоялась так называемая народная приемка гвардейского сквера в районе остановки Октябрьский городок. Благоустройство общественного пространства проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Понравилось ли рязанцам увиденное, расскажем далее. Еще год назад здесь были непролазные чащобы, которые вечером погружались в кромешную тьму, а днем в зарослях можно было разглядеть сваленные кучи мусора. Заброшенный кусок земли, который не без причин беспокоил местных жителей. Потому и участвовали в голосовании за благоустройство. И потому территория выиграла голосование. Гвардейский сквер был выбран вами, рязанцами, по Жизнодорожному району в рамках рейтинга голосования нацпроекта в 2021 году. Там шла конкуренция с Новопавловской рощей, но в конечном итоге гвардейский сквер буквально на десятки голосов опередил. И, собственно, была выполнена воля жителей благоустройство именно гвардейского сквера. Учитывая, как выглядел этот сквер еще несколько месяцев назад, подрядчику пришлось знатно потрудиться. Сложности создавал не только запущенное состояние участка, но и многочисленные коммуникации, проходящие как раз через эту территорию. Все работы выполнены в полной мере. И даже, по словам Марии Германии из Управления благоустройства города, план перевыполнен. Здесь фактически была свалка мусора несанкционированная, большое количество сухих аварийных деревьев, несанкционированных дач, огородов. В этом году проведены масштабные работы по засыпке грунтом, по выравниванию поверхности, по устройству дорожно-тропиночной сети, освещение, установке малых архитектурных форм, детских игровых площадок, спортивных тренажеров, озеленению. Сейчас уже можно говорить о том, что выполнены работы по устройству двух с половиной тысяч квадратных метров брусчатки. Появившийся в Октябрьском городке Гвардейский сквер не может не радовать местных жителей. И они довольно эмоционально отзываются о произошедших переменах. Помойку вычистили. Теперь сделали более-менее нормально. Тут раньше была темнота и мусор. Валялись только банки и бутылки. Иногда и люди в непотребном виде. А теперь все освещается. Они, видимо, попрятались. Спасибо организаторам, кто это сделал. Хотя бы так. Здорово, очень здорово. Спасибо им. Детишкам нормально. Раньше здесь были огороды. Вот у нас лично был огород. Мы здесь сажали. Потом все сломали и сделали сквер. Мы довольны. Но только чтобы убирали урны и порядок был. Ну и желательно, чтобы с большими собаками здесь не гуляли. Вот здесь надо было установить камеры наблюдения. Для того, чтобы видно было, что родители, которые приходят сюда с детьми, они следят за этими детьми. Ну вот и все. Да, и потом, вы знаете, я думаю, что у нас жители достаточно активные. И участвовать в субботниках будут с удовольствием и с радостью. Только это надо объявлять, это надо пропагандировать, это надо делать. Я лично работала здесь, когда было самое начало. Что-то мы убирали, что-то делали. Но сейчас пока неплохо. Есть где ходить, и освещение, и все это нормально. Подобная форма взаимодействия с общественностью уже показала свою эффективность. С первого этапа голосования мнения местных жителей являются определяющим. Следующий этап – обсуждение, которое тоже проходит в режиме обратной связи. Сотрудники администрации перед проектированием выслушивают и принимают к сведению все пожелания и предложения людей. И по завершении работ осматривают объект снова вместе с людьми. Гвардейский сквер протяженностью 360 метров еще продолжит благоустраивать. Предполагается танцевальная площадка и размещение баннеров с историей полка и самого сквера. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Митрополит Рязанский и Михайловский Марк осветил часовню Николая Чудотворца в новом исправительном центре ВСИН в селе Шумыш Рязанской области. Его открыли совсем недавно, 15 октября. Режим здесь более мягкий. Осужденные в центре будут жить под постоянным контролем сотрудников ВСИН, ездить на работу и регулярно связываться со своими родными. Митрополит Марк освещает в скором времени одно из главных мест для осужденных. Центр реабилитации в СИН на 50 человек в Шумыше открыли совсем недавно, но к вопросам исправления здесь относятся тщательно. Освещение молельной комнаты – один из таких шагов. Режим здесь мягче обычного, времени подумать о своих поступках и Боге будет предостаточно. Люди, совершившие грех человеческий, находясь в этих стенах, смогут исправиться, смогут осмыслить свою жизнь, смогут получить профессию и смогут принести пользу действительно не только себе, но и своим близким, вообще даже нашему отечеству. Благоустроенная территория с фонтаном, спортзал под открытым небом и футбольная площадка. Для социализации осужденных здесь сегодня есть все. Это что касается физического труда. За духовную составляющую отвечает молельная комната. Здесь, по словам священнослужителей, заключенные как раз получают возможность прикоснуться к святому Евангелию, а иногда и вовсе начать читать свои первые молитвы. Крещение тоже нередко принимают тех, кто не крещен. Ну и, конечно, когда священник приезжает, совершает исповедь, причастие, потихонечку в их душах происходит преображение. Подобный исправительный центр уже четвертый в области. Осужденные здесь будут жить по режиму. С 8.00 до 17.00 работа после досмотр. В центре они обслуживают себя сами. Для проживания созданы все условия. Для переосмысления своих поступков тоже. Всем мобилизованным в Рязанской области региональные власти выплатят единовременно по 100 тысяч рублей. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Такая мера поддержки прописана в новом проекте регионального закона о дополнительной поддержке семей мобилизованных. Всю остальную помощь, включая поставку амуниции мобилизованным, региональные власти оказывают в полном объеме. Мобилизация для Рязанской области сегодня тема номер один, как очевидно и для всей страны. В Сельцах уже сформирован первый полк из рязанцев и тамбовчан. Мы должны сделать все, чтобы бойцы меньше беспокоились о своих семьях, заявил Павел Малков, открывая правительство. А затем произнес, пожалуй, самые важные на сегодня для многих рязанцев слова. Выносим сегодня на заседание правительства проект регионального закона о дополнительной поддержке семей мобилизованных. Предлагается установить единовременную выплату в 100 тысяч рублей и еще ряд мер поддержки. Мы вот, когда разрабатывали законный проект, делали это в очень сжатые сроки, но изучили внимательно опыт других регионов. Еще далеко не все регионы установили вот такие меры поддержки в виде единовременной выплаты. Но те, кто установил, разные суммы есть. Кто-то есть по 50 тысяч, такие как Кострома, Тамбов из близких регионов. Но значительная часть субъектов из тех, кто вот уже установил выплаты, поставили по 100 тысяч. Изначально в проекте закона значилась цифра в 50 тысяч, но губернатор своим волевым решением увеличил ее вдвое. Кроме единовременной выплаты в законе обозначены и другие пункты. Реабилитация военнослужащих после окончания СВО, право на бесплатную юридическую помощь, а семьям внеочередное обслуживание в учреждениях соцсферы. Проект в правительстве поддержали единогласно. Еще одна важная тема – завершение комплексной проверки региона Генеральной прокуратурой. Ошибки, по словам губернатора, есть, уточнять их он не стал. Вы все их и так знаете, многозначительно сказал он. Дальнейшие меры будем принимать с учетом рекомендаций комиссии. Взаимодействие с прокуратурой будем только укреплять и дальше. Я уверен, что скоро результаты этого взаимодействия будут уже хорошо заметны. Тем более, что подходы у нас к работе не едины и общие. Кто закон нарушил, тот должен нести ответственность. Это касается и органов власти, и органов местного самоправления подведомственных учреждений. А дальше пошел разбор полетов на местах. Тех, кто сетует, в области по-прежнему хватает. Их заявки, а также все поручения губернатора тщательно фиксируют. В Клепиковском районе недовольны двумя участками сельских дорог. В следующем году, судя по всему, по весне их отремонтируют. А вот по качеству воды жалоб все больше. В Краблинском районе, в поселке Быковская степь, из кранов течет смесь с пятикратным превышением железа. Чиновники только разводят руками. Оправдания главы района были невнятными, и на это Павел Малков указал отдельно. Вы же видите, что жалобы есть. Причины, почему вода плохая. Людей не доводится. Поэтому и появляются всякие версии. И второе. Я услышал, что все-таки нет решения проблемы. Люди говорят, что вода плохая. Мы говорим, что разрабатываем проектно-сметные документации. Я сроков никаких сейчас не услышал. Решение по этому водопроводу теперь будет принимать министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. Возможно, ему придется проехать и в Солочью, где качество воды хромало всегда. В этом году здесь построили уже три объекта, но лицензии на их подключение пока нет. А превышение железа в воде по-прежнему ощутимое. На вопрос, почему, ответ получился комплексным, а диалог забавным. Это решение полностью закроет все проблемы в районе? Анализ воды, который вот сейчас был сделан после приемки работ, показал, да, проблема решена. Хорошо. Как будет в дальнейшем? Просто да. Будем наблюдать. Так. Сейчас вот уже полностью вопрос закрыт. Или еще какое-то время? Нет, вопрос не закрыт, потому что не введена в эксплуатацию. Когда он будет отведена? После получения лицензии. Когда будет лицензия? Срок какой-то назовите, когда проблема будет решена. Специалисты называют срок два месяца. Срок в два месяца Павел Молков назвал чистой бюрократией и попросил Елену Сорокину лично ускорить процесс. В интересах жителей Солодчи в том числе. Павел Молков встретился с рязанскими студентами, победителями и призерами 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы-2022». Финал первенства проходил в городе Саранске в дистанционно-очном формате. Финал 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в Саранске. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны демонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. По итогам участники от Рязанской области завоевали две медали. Золотую получил студент Рязанского строительного колледжа Антон Телельков по компетенции технологии информационного моделирования «БИМ». Бронзовую Павел Бодров из Рязанского технологического колледжа в номинации «Интернет-маркетинг». Еще четыре медальона за профессионализм вручены Рязанцам по направлениям «Бухучет», «Ветеринария», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход» поздравил призеров губернатора региона. Знаю и про золотую, и про бронзовую медаль. Знаю, что есть и другие серьезные номинации. Конечно, все это великолепно. В целом в командном зачете тоже очень достойно выглядим. Есть еще куда стремиться. Будем здесь, конечно, над этим работать. Но в целом очень-очень достойно. Конечно, такие чемпионаты стимулируют и учащихся, и преподавателей, педагогов к тому, чтобы совершенствовать свои навыки, развиваться. А потом и специалистов получается такого высочайшего уровня. В общении со студентами и преподавателями приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Алексей Зенин. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты делились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами. Когда мы ехали на чемпионат, мы не ожидали, что займем первое место, но максимально хотели все-таки защитить честь региона и хотя бы в десятку попасть. Тут, конечно, усердие ребят большую роль сыграло. В принципе, нас очень хорошо поддержали. Мы сейчас единственным в Рязанском регионе актуализированный учебный центр российской БИМ-системы. Поэтому мы даже можем обучать специалистов и давать им непосредственно диплом. Студенты представили главе региона проект расширения мастерских на территории Рязанского строительного колледжа. Потребность в дополнительных площадях в настоящее время существует у многих колледжей и техникумов Рязанского региона. Есть нехватка мест в общежитиях. Требуется дополнительное оснащение мастерских оборудования. Все эти вопросы губернатор взял в проработку и отметил, что включит в свой рабочий график посещения колледжей с тем, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично. Павел Малков поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата и поручил Минобру проработать возможности использования для этих целей здания бывшего хлебзавода в Рязани, которое планируется реконструировать. В год культурного наследия народов России в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка, которая рассказывает о разнообразии ремесел и промыслов, активно развивавшихся на Рязанской земле со второй половины XIX века. А также представляет историю создания Рязанского кустарного музея, собрание которого стало основой богатейшей этнографической коллекции современного музея-заповедника. В составе выставки более 600 музейных предметов, фотоматериалов, документов из собрания Историко-архитектурного музея и Государственного архива. Все об истории кустарной промышленности, зарождении предпринимательства, особенностях технологий и художественного творчества. Мы хотели показать ту работу, большую работу Рязанского губернского земства по поддержке кустарной промышленности Рязанской губернии. Был образован музей, кустарный музей Рязанского губернского земства в 1913 году, и собрание его стало основой богатейшей этнографической коллекции современного музея-заповедника. Первостепенную роль в кустарных промыслах играла доступность сырья. То, что сегодня стало произведениями искусства, когда-то было средством пропитания. Крестьяне, не покладая рук, мастерили, чтобы жить. И создавали прекрасное, сами того не зная, воплощали культуру и красоту души целого народа. Среди экспонатов уникальные серии фотоснимков с изображениями рязанских кустарей. Плотников, бондарей, гончаров, ткачей, корзинщиков, вышивальщиц, кружевниц, иконников и живописцев и многих других мастеров. Среди экспонатов также есть материал о неизвестном и к написанным промысле в селе Солоча. Но неизвестен он нам сегодня. На рубеже 19-20 веков это был большой промысел, с поставимой по уровню производства и создания икон и картин на религиозной темы церковной живописи, с промыслом Палиха и Мстеры. И благодаря архивным данным, благодаря сотрудничеству с Государственным архивом Рязанской области, нам удалось выявить материалы о существовании этого иконописного промысла. Посетители смогут узнать, какие образцы ремесла можно было увидеть на Всероссийской выставке в Петербурге и на первой экспозиции Кустарного музея, который открылся в Рязани на улице Соборной в доме Ланина в декабре 1913 года. Выставка на самом деле родилась из необходимости показывать свои коллекции на тот момент, когда у нас, собственно, закрыта этнографическая экспозиция, которая работала долгие годы в певческом корпусе Рязанского Кремля. К сожалению, весной она была закрыта и уже не возобновится. В 1919 году Кустарный земский музей был признан отделением, отделом Рязанского областного музея, кустарным отделом. Он влился в коллекцию, но не растворился, сохранил свое лицо, свой неповторимый облик. И вот это сегодня мы демонстрируем в зале. Особый интерес представляет коллекция народной одежды Кустарного музея. Она состоит в отделе домашних рукоделий, а также образцы ткачества, набойки и кружева, в том числе цветное Михайловское. Уникальные этнографические куклы из собрания Рязанского кустарного музея в точно воспроизводящих одеяния различных уездов Рязанской губернии и костюмах. Эти куклы сто лет назад участвовали в выставке в Берлине в Русском павильоне, а сегодня их можно видеть в зале Кремля. Выставка рассчитана на широкую аудиторию посетителей и доступна по Пушкинской карте. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Репетиции в Рязанском театре кукол идут полным ходом. Целый год не было новых детских постановок, и вот работа в этом направлении закипела. Наша съемочная группа побывала на репетиции одной из сказок. Детский спектакль в театре кукол – это не просто развлечение, это всегда урок. Урок добра, урок человечности, веселый и легкий, но оттого не менее серьезный и важный рассказ о самом главном – о ценностях. С хорошим концом, с веселым, и волк не будет злой, и поросят. Все останутся живы, как говорят, во время съемок никто не пострадает, и в финале, в сюжет, как бы завершится, как в добрых сказках русских, с положительной моралью, что «Поросята, не будьте свиньями». Если каждый детский спектакль – это своеобразный урок для юных зрителей, то трио «Поросят» – урок музыки. Знакомая каждому сказка, тем не менее, обретает совершенно новый смысл и новое звучание. Валерий Николаевич захотел сделать его музыкальным, чтобы они все эти поросяты наши запели, и поэтому так вот немножко у нас поменялось. Наши поросяты, они музыкальный урок у нас называется, но они такие молодцы, они никто раньше не играл никогда на звукальных инструментах. Здесь они все играют на разных инструментах, поют. Для них это просто такой прорыв тоже интересный. Режиссер Валерий Шацкий уже работал над этим материалом и мог наблюдать, как со временем трансформируется и сказка, и дети. Когда история о том, как трудолюбивый брат спас двух лентяев от гибели, только появилась на свет, мир был совсем другим. Сегодня условия жизни меняются, и авторы спектакля адаптировали сказку под эпоху. Сказка английская, и первоначально у меня была задумка сделать это все на волынках. Наш художник Лариса Микина-Прободяк, она предложила идею, которая у меня уже давно сидела в голове, от того, что я увидел, подсмотрел у своей внучки, как она играла с своим собственным маленьким рюкзачком. Стоит отметить, что после годового перерыва в постановке детских спектаклей в этом сезоне маленьких театралов и их родителей ждет целый набор новинок. Помимо трио «Поросят», премьера которого состоится 29 октября, на сцене появятся четыре близнеца, дневник «Блюмки» и, конечно, волшебная новогодняя история. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Новая выставка в художественном музее познакомит посетителей с современным монументальным искусством Рязани. Экспозиция «Чудо-врачевание» рассказывает о формировании целостного образа храма, от архитектурного проекта и художественной программы до росписей и воплощения. Облик храма в честь иконы Божьей Матери «Все царица» на территории областной больницы имени Семашко, один из гармоничных примеров развития традиций древнерусского искусства, в современном мире. Эскизы росписи этого храма как раз представлены на выставке. Храм, посвященный иконе «Все царица» возле больницы Семашко, результат совместных трудов архитектора и автора богословской теории Константина Камышанова, нижегородских иконописцев Сергея и Николая Сметаниных и рязанского художника Романа Багрова. Тема врачевания и исцеления особенно актуальна в связи с расположением храма. Мы хотели предложить зрителю погрузиться в процесс создания плесковых росписей современного православного храма. Мы много говорим о синтетическом характере религиозного искусства, прежде всего искусства христианского. Но вот увидеть весь процесс от начала до конца, как правило, это зрителю недоступно, поскольку мы встречаемся с уже готовым результатом большого труда. Труда и архитектора, и художника, и богослова большой команды. На небольшой камерной экспозиции в музее как раз можно ознакомиться с процессом, как зарождалась идея, как храм возникал на уровне концепции. Мы создали такую концепцию, которая не была еще никогда в истории живописи, ни в России, ни в Греции, нигде. И это концепция о создании литургического пространства, так, чтобы то, что происходит в храме, перетекало в пение, в живопись, в поведение, и в саму атмосферу внутреннего пространства храма. Мы хотели дать почувствовать человеку, который пришел в храм, радость, свет и ощущение свободы. Храм – это образ космоса, и роспись в нем всегда напоминает некий планетарий. Вступая в пространство, прихожанин мог на стенах увидеть изображенные иконописцами теорию устройства мира и историю человечества согласно христианскому учению. Развитие художественного образа в рамках канона предполагает не копирование древних образов, но живое формирование языка церковного искусства эпохи. В данном случае отличительные черты оформления – это отказ от контраста во всех его проявлениях. Композиция строится на ритмическом взаимодействии вертикальных и горизонтальных линий. Всем образом присущ легкий холодный колорит. Тут вдруг сбылась некоторая моя мечта. Во-первых, я всегда мечтал создать колорит преображения. Знаете, преображение Господня на горе Фавор, да? Когда его одежды засветились белыми, как мел, да? А сзади был золотой свет. То есть вот этот, и это стало основой нашего колорита. Это божественная светка золотой, да? И преображенная плоть белая, да? И вот на этих двух соотношениях мы решили и сделать, и создать этот рост. Конечно, хотелось, чтобы человек, который заходит в согнутый храм, да? Вышел оттуда выпрямленный и в радости. Мы, наконец, хотим обрести не только какое-то такое слезное покаяние, которое тоже необходимо, но еще и хотим быть счастливыми в христианстве. Эскизы, которые мы видим на стенах этих залов – это духовные поиски авторов. Некий путь к тому, что позднее воплотилось уже на стенах храма. Гармоничный, целостный образ, архитектурный шедевр, который мы привыкли воспринимать как нечто единое, прошел целый путь в умах его создателей, чтобы воплотиться таким, какой он сейчас предстает прихожанам. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин